Что объединяет башню Ока в Москва-Сити и крымские отели? Лестничное ограждение из латуни, способное добавить роскоши любому интерьеру. Предметы декора, украшающие рестораны и отели высшего класса по всей стране, изготавливают силами 76 человек в Химках. На предприятии делают не только лестницы, но и вентиляционные решетки, навигационные таблички, почтовые ящики и мебельные ручки. Работают в основном с латунью, но есть и изделия из меди, нержавейки и алюминия. Сейчас на данный момент делаем ручку из латуни, то есть она идет на шкаф, на тумбочку. То есть надо убрать заостренные вот эти грани, потому что дальше при шлифовке это будет не очень удобно. Но и должна быть ручка по сути, должна быть гладкая. 24-летнюю Дарью Долгову коллеги и руководство считают гордостью предприятия. Одна из немногих девушек, если не единственная, которая работает в должности полировщика по металлу. Компании Дарья около года. Рассказывает, раньше работала в рекламе. Но давняя любовь к металлу и желание создавать что-то своими руками взяло вверх. Тем более здесь можно почувствовать себя не просто винтиком на производстве, а настоящим творцом. Действительно, как бы хорошее изделие делаем. Это очень... ну то есть приятно, когда ты людям даешь то, что изысканно выглядит. Таких ручек для мебели предприятие делает около тысячи штук в месяц. И это только одно из направлений деятельности. Компания известна по всей России. Полный цикл производства, которых в России, ну в принципе, наверное, больше никто не делает. В основном покупают либо это Китай, либо то, что подороже, это Европа. Мы делаем это здесь, в России, на собственном оборудовании, по своим собственным чертежам, своими технологиями. Деятельностью компании заинтересовался и глава округа Дмитрий Волошин, который посетил предприятие и познакомился со всеми циклами производства. Такого плана ручки, они, ну, выпускаются в основном там в Англии. Китай такие не делает. Это достаточно просто не тот уровень, скажем так, в Англии, да, делают. Но мы делаем не хуже и в разы там не шевле. Компания на рынке уже 12 лет. Но только в 2017 году переехала в Химки. Как вспоминает генеральный директор Сергей Лапин, заезжали буквально в голые стены, где не было ни света, ни воды, ни других коммуникаций. Но работать приходилось. Обязательства перед заказчиками нужно было выполнять. Вчера, как в войну, ну, это было увлекательно в какой-то там степени. Да, запускали станки и просто начинали здесь работать. А сейчас, ну, в связи с далеко идущими планами, у нас планы приобретать и земельные участки, и строить свое нормальное производство, куда можно привезти, в том числе там и иностранцев. Мне кажется, за этим будущее. Ну, реально. Мы вам будем помогать, вы все можете на нас рассчитывать, но нужно тогда открываться здесь уже полноценно и переезжать юридически. Несмотря на то, что производство полностью в Химках, налоговым резидентом компания пока не стала. Глава дал поручение управлению по промышленности и инвестициям помочь оформить бумаги и встать на налоговый учет. А также обещал помочь с расширением производства. Сейчас город займется подбором площадки для того, чтобы производство могло расширяться. Очень важно, что они находятся именно у нас, а производство изделий из латуни – это достаточно редкое производство и не встречается, как говорится, везде. И мы понимаем, что все заказы будут приходить в наш город. Для нас это очень важно, потому что налоги будут уплачены именно в Химках, и город сможет на эти деньги развиваться. За два года компания в два раза увеличила штат сотрудников. Просто продукцию большой, а значит дальнейшее развитие не заставит себя ждать. В планах у компании как можно скорее выйти на международный уровень.